Актёр Евгений Леонов-Гладышев не расталкивался с трудностями, которые преподносила ему судьба. За его плечами несколько неудачных браков и жизнь в детском интернате, а также травма, давшая о себе знать на протяжении всей его жизни. Что же случилось в жизни Евгения Леонова? Детство Евгения Леонова-Гладышева было незавидным. После переезда в Ленинград его родители начали испытывать сильные материальные трудности. В итоге мать Евгения отдала его в интернат для сирот. Там будущий актёр приобрёл не только друзей, но и мечту стать актёром, чему способствовало его участие в драмкружке при интернате. Серьёзная актёрская карьера пришлась Евгению на 1970-е годы, когда он сыграл в таких фильмах, как «Волны чёрного моря», «Сибириада», «Место встречи изменить нельзя», «Падение кондора», «Огни», «На перевале не стрелять». Всего же в его послужном списке насчитывается более 80 ролей. 24 января Евгений Леонов справит своё 70-летие. Коллеги по актёрскому цеху желают ему только одного – крепкого здоровья. Ведь в 2018 году актёр перенёс черепно-мозговую травму. Обстоятельства этого до сих пор неизвестны, хотя ходили версии, что актёра избили и оставили умирать прямо на улице. Сейчас же близкие актёры, не теряя надежды, пытаются сделать всё возможное, чтобы Евгений смог восстановиться после тяжёлой травмы и вернуться на сцену. Поможет ему в этом его сила духа, которая не раз спасала его в трудных ситуациях. Отец Евгения Борис Леонов служил лётчиком во время войны, а свою будущую жену Людмилу встретил после окончания войны в Гачине, в столовой, где Людмила работала официанткой. Потом Борис и вместе с женой переехали в Вильнюс, где у них родились два сына – Евгений и Андрей. Отец Евгения работал инженером-электронщиком на заводе, после чего в конце 50-х годов перевёлся на службу в Ленинград, где его семье выделили комнату в коммуналке. Неудавшийся быт стал причиной расставания родителей Евгения. И поскольку Людмила одна была не в состоянии прокормить двоих детей, она отдала старшего сына в интернат, а младшего Андрея в круглосуточный детский сад. Как-то раз в интернат наведалась ассистент режиссёра фильма «Республики Шкит» и сразу выделила из всех детей Евгения и его друга. Поэтому уже в возрасте 14 лет Леонов сыграл в эпизодической роли в этом фильме. После этого Евгений был твёрдо уверен в выборе будущей профессии. Так он поступил в Лгитмик. Учаясь на одном из курсов, Евгений успел засняться в приключенческом фильме «Включите северное сияние», а свой дебют он исполнил в фильме «Докер». Но настоящая слава пришла к нему после выхода фильма «Сибириада» режиссёра Андрея Кончаловского. Также актёра узнают по сериалу «Место встречи изменить нельзя», где он исполнил роль Васи Векшина. Возрождение актёрской карьеры произошло у Евгения в 2005 году, когда он сыграл роль майора Шишкина в кинопроекте «Атаман». Через три года ему довелось поучаствовать в мелодраме «Батюшка». А ещё позже он исполнил роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Крылья империи». Актёр также был задействован в картинах «Высшая мера», «Дом надежды» и «Честь имею» в качестве режиссёра. Но съёмки в сериалах не устраивали Евгения, и он принял решение перейти в театр на Васильевском. Касаемо личной жизни, Евгений заключил свой первый брак, ещё учаясь на третьем курсе института. Его избранницей стала Людмила Фирсова, у которой актёрская карьера не задалась. Сын Артём появился у них на свет только через 8 лет брака, в 1979 году. Многие обращали внимание на гармонию, царящую в семье Леоновых. Но спустя 23 года супруги развелись. Сам актёр признал, что причиной расставания послужило то, что он ушёл к другой женщине. Это была Татьяна Ходорченко, с которой актёр познакомился, будучи председателем гильдии киноактеров Санкт-Петербурга. Евгений предложил Татьяне работать в гильдии оргсекретарём. У неё была дочка от предыдущего брака, которая впоследствии стала примой театра оперы и балета в Израиле. Но и этому браку не суждено было продлиться, поскольку Татьяна не раз обвиняла мужа в изменах. После очередного развода, Евгений стал жить с гражданской женой Еленой Скрипкиной. Казалось бы, что может нарушить счастье Евгения, но в 2018 году произошёл несчастный случай. Актёр должен был приехать на съёмки в столицу. Через некоторое время его нашли с черепно-мозговой травмой и переломанными ребрами. Никто так и не знает до сих пор, что же случилось в тот день. Актёр какое-то время пробыл в коме, а когда его состояние стало лучше, он выписался из больницы. Близким Евгению удалось собрать нужную сумму на его реабилитацию. Но недавно появились новости, что здоровье актёра оставляет желать лучшего. Он практически ничего не говорит из-за обширного кровоизлияния в мозг. Но благодаря поддержке родных и близких, он может идти на поправку. Ему помогают не только коллеги, но и его поклонники. Периодически он проходит реабилитационные процедуры и ему становится лучше, заявляет его супруга. Пока же точно ничего не известно о состоянии актёра, так как жена всячески пытается его оградить от лишнего внимания. Но не так давно появилась совместная фотография продюсера Вячеслава Смородинова с Леоновым, где видно, что ему лучше. Сам он признаёт, что нуждается в помощи. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно.